Косяком гусей В ходе исследования выяснилось, что каждая птица, взмахивая крыльями, обеспечивает подъем для птицы, находящаяся непосредственно за ней. Благодаря такому построению вся стая увеличивает скорость полета по меньшей мере на 71% по сравнению со скоростью, которую может развить каждая птица в отдельности. Урок 1. Люди, согласованно двигающиеся в одном направлении с другими, а также чувствующие локоть идущего рядом, могут попасть туда, куда им нужно быстрее и легче, потому что они могут положиться друг на друга. Стоит одному гусю выпасть из общей стаи и попытаться лететь в одиночку, как он сразу же чувствует тяжесть и сопротивление. И он возвращается в стаю, чтобы воспользоваться подъемной силой, создаваемой впереди летящей птицей. Урок 2. Если бы мы были так же разумны, как птицы, мы бы остались в строю с теми, кто ведет нас вперед. И мы бы хотели принять их помощь, так же, как и поделиться своей. Когда вожак устает, он возвращается в конец косяка, и другой гусь встает во главе стаи. Урок 3. Выполнять тяжелую работу по очереди гораздо легче. Люди, так же, как и птицы, взаимно заменяют друг друга. Гуси в конце стаи кричат, поощряя тех, кто впереди, не сбавлять скорость, подталкивая первых вперед. Урок 4. А что кричим мы, находясь позади своих лидеров? И, наконец, если гусь, заболев или получив ранение, выпадает из стаи, два других гуся тоже покидают стаю и следуют за ним, чтобы оказать ему помощь и поддержку. Они остаются с этим гусем до тех пор, пока он не поправится или не умрет, а затем отправляются в путь сами или с другой стаи догонять своих. Урок 5. Если бы мы были так же разумны, как гуси, мы бы тоже поддерживали друг друга, не только в трудные времена, но и тогда, когда мы сильны. Субтитры создавал DimaTorzok